Парни, всем привет! Записываю видео ночью Ну, не могу не обратиться к вам Почему? Потому что, ну, во-первых, сейчас уезжаю в Москву И сегодня днем отбирал мед Отбирал мед и заглянул в гнездовые корпуса Ребята, был в шоке Почти в 50%, а может быть и больше Я обнаружил роевое состояние пчел Большое количество маточников Роевых именно маточников Ни тихой смены, ни... Я был в шоке, если честно сказать Почему я и записываю сейчас это видео Для того, чтобы кто посмотрит по нашей области Да, где была примерно одинаковая с нами погода Чтобы утром, как можно быстрее Вы заглянули в свои семьи Если честно сказать Я не ожидал, что При таком относительно мощном взятке Как был взяток на акации Семьи войдут в роевое состояние Бакфаст вошел полностью Я еще удивился, когда за день до этого Отбирал мед с четырех семей Которые были... Ну, было предыдущее видео Там про акацию туда-сюда И одна семья мне не дала мед Меня застал ливень Я уехал А утром сегодня я приехал туда И я обнаружил маточники там Конечно, я повырезал маточники Сделал сразу же отводок Я разбил семью Где-то процентов на 30 Забрал расплода Сделал отводок на маточник Вот, остальные маточники я поубирал И поехал Я, конечно, сразу заволновался За другие семьи Потому что я обратил внимание Что где-то я ставил по три магазина А потом с этих трех магазинов Встало два магазина Пчела убавилась Куда могла убавиться пчела? Я, честно говоря, не врубился Опыта не хватало у меня А теперь я понимаю Пчела опустилась в гнездовой корпус И повисла Вот, часть Конечно, часть семьи работает еще И таскает мед И работают Но там, где Семьи вошли в роевое состояние Матка перестала сеять Очень много, очень много Расплода печатного И я Я баран Я баран, что я доверился Этому сильному взятку Я доверился весам Я радовался, что идет Прибыль Что будет мед, понимаете И ни разу за это время Пока вот 12 дней Шел медосбор 12-14 дней шел медосбор По нашему району Белгородской области Я ни разу не заглянул В гнездо Я себя говорю за это Конечно, очень сильно Но Ребята Сегодня Конечно, уже ночью Никто не пойдет И мало кто посмотрит Это видео Но может быть Кто-то завтра При дороге Когда поедет на работу Может быть Кто-то оказался В такой же ситуации Доверившись взятку Не смотрит в гнезда Потому что Я с кем не созвонился С Виктором С Александром Там Много сегодня Созванивался С друзьями Вечером Практически 50-60% Семей Находятся В раевом состоянии У всех Понимаете И я как бы С одной стороны Успокоился Что я не один Такой баран И как мне Витя Сказал А ты знаешь Сережа Ведь Многие молчат Об этом Семьи В раевом И никто Об этом не говорит Потому что Я считаю Наверное Многие считают И думают Что это Какое-то Ну Потеря Мастерства Класса Если у тебя На взятки Семьи зашли В раевую В таком количестве Впереди Липа И я не знаю Что будет А я сегодня Уезжаю в Москву На три дня У меня осталось А непроверено Там наверное Семь Семь Я не знаю Что будет Честно говоря Я надеюсь Что В этих сильных Семьях Там где был Мед Где несли мед Эти все-таки Семьи Не в раевом Состоянии Потому что Они все Вошли Вот Поэтому Я предупреждаю Вас Парни Парни Ну может быть И один Такой баран Да Вот Посмотрите Загляните Завтра После работы Заедьте Посмотрите Ваши гнезда Сейчас я еду Через Головино Выезжаю На Харьковскую Трассу Все кто С Октябрьского Там Все будут приезжать Всем привет Через Курск Еду через Курск Орел Тулу По этой дороге До конца Я не надеюсь Что я Доеду Думаю День перед Москвой Постараюсь Как можно ближе Заночевать Чтобы завтра А еду я Ребята За оборудованием Для Переработки Для Розлива Упаковки Меда То есть На той пасеке Где я Вам рассказывал Я устроился Работать Я заинтересовал На руководство Этой фирмы Этого Хозяйства Для того Чтобы Можно было Свой мед Перерабатывать Свой мед Упаковывать Продавать Давать Ему Глянцевую Упаковочку Вот Занимаюсь Этим вопросом В первую очередь Стараюсь Людям Помочь И при этом Набиваю Руку Опыта Набираюся Для того Чтобы У меня уже Есть Такой план Я уже знаю Как у меня Сегодня С Стасом Разговаривали Сергей Научи меня Зарабатывать Зарабатывать Только На пчелах Я сниму Видео Наверное В конце Лета У меня уже Есть план Как можно Занимаясь Только одними Пчелами Зарабатывать Достаточные Деньги До полутора Миллионов В год Вот Это Является Выше Среднего Заработка По России Что Для этого Надо Ну а мы Об этом Поговорим Если будут Какие-то Комментарии Пожелания Ребята Пишите В этом Видео Поэтому Видео Такое Фронтовое Как Видео Предупреждение Вот Так что Всем Пока Уже Ночь Так 21 градус Без 20 Е 10 Ребята К моему Студу 16 В командировке Я должен быть 15 Сегодня На 16 Ночь Видите Я так Закрутился Что Понимаете Просто Просто Не хватает Ни на что Времени Всех Люблю Уважаю Крепко Жму Руку И Загляните Свои Гнезда Ребята Всем Пока Продолжение следует